Здравствуйте! О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Любовь Курьянова и мои коллеги, корреспонденты Русского мира в этом выпуске. В Москве провели Дни культуры Беларуси. В Севастополе завершил работу православный кинофестиваль «Золотой Витязь». Хлебом и солью встретил москвичей и гостей столицы праздник русского гостеприимства «Самоварфест». А теперь подробнее об этих и других новостях. Ярко, красочно и с национальным колоритом прошли в Москве Дни культуры Республики Беларусь. На выставках, театральных постановках и кинопремьерах побывала моя коллега Дарья Валехметова. Дни культуры открылись показами спектаклей национального белорусского театра имени Янки Купалы в театре Цетара. В фойе гостей задорными напевами встретил ансамбль народной песни «Сбицынь», с порога погружая каждого в атмосферу славянской сказки. Обновленная труппа старейшего белорусского театра привезла в столицу спектакли «Купаленко» и «Женитьба». Во время первого показа можно было насладиться классической постановкой 44-го года, а при просмотре второго представления удивиться интересному прочтению знакомой истории. Купаловский театр – это всегда традиции, это всегда качество, это всегда красота, все самое лучшее, что объединяет в себе драматический театр Беларуси. Это сила, которая чувствуется в воздухе. А теперь давайте отправимся в новую Третьяковку. Именно туда Белорусский союз художников привез 50 самых выдающихся работ своих соотечественников. В каждой картине чувствуется необъятная любовь к родному краю. Сюжеты этих работ привычны нашему глазу, но если присмотреться подробнее, виден ни с чем не сравнимый белорусский колорит. На протяжении всех дней культуры в Центральном доме кинематографистов можно было увидеть фильмы белорусского производства. Здесь поднимались важные темы исторической памяти, победы добра над злом и поиска и счастья в жизни. Дарья Валя Ахметова, специально для телеканала «Русский мир». В Севастополе прошел 31-й международный кинофорум «Золотой Витязь». С 92-го года он объединяет кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы и возвышение души человека». Кому были присуждены высшие награды за выдающийся вклад в кинематограф, в этом году расскажет Евгения Фухурдинова. На 31-м кинофоруме «Золотой Витязь» было представлено 163 конкурсных и 24 внеконкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 21 страны мира. В этом году международный кинофорум проходил в Севастополе восьмой раз под общим девизом «Золотой Витязь против нацизма». Здравствуй, дорогой, любимый Севастополь! Праздник, праздник со слезами на глазах, особое время для России, особое время для мира. И сейчас мы все вместе, вся Россия, она едина и поддерживает президента. Мы боремся не только за Донецкие республики, которые первые встали отстаивать русский мир. За это им благодарна вся Россия. В состав международного жюри 31-го форума «Золотой Витязь» вошли крупнейшие кинематографисты из России, Беларуси, Луганской Народной Республики, Сербии, Болгарии и других стран. Хочу выразить огромнейшую благодарность всем. Я часто бываю и на освобожденных территориях, я вижу корреспондентов военных. Действительно, время очень сложное. И я думаю, для людей очень важно правду знать. Любой здравомыслящий человек, мне думается, понимает, что фашизм, неофашизм в любой стране, среди любой нации – это великая беда. Высшая награда кинофорума «Золотая медаль» имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф была вручена народному артисту России Сергею Шакурову. Другие высшие награды «Золотые медали» имени Юрия Левитана за выдающийся вклад в телерадиожурналистику были присуждены российским военным корреспондентам Евгению Поддубному, Александру Сладкову и Андрею Медведеву. Одна из этих медалей была вручена на открытие кинофорума военному корреспонденту проекта «Варганзо» Семену Пегову. На закрытие кинофорума в каждой из шести номинаций конкурсной программы были также вручены статуэтки «Золотого витязя» – специальные призы и дипломы. Этот фестиваль, который разросся, туда входят уже не только фильмы, не только кино, но и другие виды искусства, такие как театр и так далее, он держит на очень высоком уровне вот этот интерес и поддерживает этот интерес в принципе к славянскому православному миру. По итогам кинофорума его участники обратились к президенту России Владимиру Путину, в котором выразили поддержку по динафикации, демилитаризации, всемирной русофобии, а также внесли предложения по работе над реформой российского кинематографа. В День России в Парке Победы стартовал «Самовар-фест» – праздник, посвященный исконным традициям русского гостеприимства. По традиции фестиваль начался с масштабного концерта, для участия в котором приехали музыкальные коллективы со всей России. В этом году они выступали на фоне почти 600 анимированных картин известных национальных художников. На площадке представлено более 100 народов Российской Федерации. Площадка наполнена как традиционными направлениями, народно-художественными промышлами, танцами и песнями, а также креативными, молодежными, современными направлениями, что очень важно, потому что современная Россия с национальными традициями. Гости увидели 400-литровый латунный самовар и присоединились к чаепитию с видом на ярмарку национальных ремесел. Здесь дети и взрослые с упоением лепили из глины, мастерили кукол из соломы и знакомились с рукоделием самых разных народностей. Мастера были одеты в национальные костюмы и прямо во время мастер-классов рассказывали древние легенды и сказки. Для нас, для всех народов России, вот такие межнациональные мероприятия, праздники, тем более посвященные Дню народу России, являются мероприятиями, которые нас сплачивают, объединяют, укрепляют дружбу между народами. И этим они представляют большую ценность. Молодые таланты из 10 регионов России прямо на глазах зрителей создали картины в технике граффити. Главной задачей художников было переосмыслить фольклоры традиции через современное искусство. Подрастающее поколение живописцев тоже не обошли стороной. Они получили возможность нарисовать мультфильм вместе с Марийским иммерсивным театром. И в продолжении этой темы День России с размахом отметили в Москве. Одной из главных площадок стала ВДНХ. Там побывала наш корреспондент Арина Казакова. ВДНХ на один день превратился в мини-копию целой страны России. Все благодаря фестивалю «Подорожник», который позволил в праздничный день, не выезжая из Москвы, побывать в Центральной России, на Черном море, в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и даже в Арктике. На лекциях и мастер-классах посетители узнали о лучших маршрутах и особенностях туризма для каждого направления. Сегодня День России. Мы отдыхаем. Пришли на ВДНХ. Хороший день, хорошая погода и вообще очень прекрасный праздник. И нам это нравится праздник. Мы его всегда отмечаем. Возле павильона 57 «Россия. Моя история» прошла программа «Гастрономическая карта России». В одном месте были собраны лучшие шеф-повара из разных регионов. Они провели кулинарные мастер-классы и дегустации, поделились своими рецептами. Каждый желающий мог попробовать национальные блюда народов России. Были представлены и другие достопримечательности регионов – сувениры, хендмейд-товары, предметы декора и аксессуары. На музыкальной сцене выступили рок-музыканты – Левец Иван, Калинов-Мост и Владимир Песняков. 21-й международный театральный фестиваль «Мелеховская весна» прошел в подмосковной усадьбе Чехова. Участие в нем приняли 14 театров из России и зарубежных стран. На сцене можно было увидеть как пьесы самого классика, так и постановки о его жизни и творчестве. Афишу старались формировать из тех спектаклей, которые возможно провести под открытым небом, залитой солнцем Чеховской усадьбы. Фестиваль дал возможность региональным театрам, а также молодым режиссерам и артистам продемонстрировать свое мастерство. В любом случае и артисты, и режиссеры, все театральные деятели любят выезжать на фестиваль, встречаться, обмениваться впечатлениями, получать что-то новое. Поэтому, безусловно, это полезный опыт, и это повышает интерес классики и желание заниматься, углубляться в нее бесконечно. В этом году мероприятие посетило около трех тысяч человек. Каждый зритель унес в сердце частицу чего-то очень личного, о чем мастерски смог напомнить своими произведениями Чехова. Каждый человек в пьесах Чехова находит для себя, именно для себя, то, что ему необходимо. Понимаете? Это общечеловеческие ценности, это человеческие отношения, что человек может оставить после себя, школу, колодец, сад, лес и так далее, чтобы жизнь не проходила твоя бесследно, как говорил Антон Балович. Мелеховская весна – старейший театральный фестиваль России, ежегодно собирающий театры со всех уголков мира. Эти совершенно разные люди крепко объединены любовью к русской классике, которую столетиями читает весь мир. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, в городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...